Всем привет, мои хорошие! Я сегодня встала очень рано и решила снимать для вас влог. Я сейчас пойду в супермаркет, закуплюсь продуктами, так как бабушка все, что ем я, она это не ест. Поэтому пойду и посмотрю, что же такого интересненького и вкусненького можно для нее приготовить. Заодно уборка, стирка, глажка и так далее. Вот из этих моментов состоит и моя жизнь, поэтому я вас беру с собой и все это буду снимать. Для начала нужно собрать постель, разложить вещи по местам. Все, готово, я заправила постель. Дальше будем разбираться вот здесь. Я не понимаю, почему такой бардак у меня всегда в комнате, хотя я убираюсь каждый день. Наверное, это связано с тем, что я не умею класть вещи на свои места. Давайте приберемся. Берем вот так вот и кладем вот сюда. Инструменты для маникюра. Ну все, здесь порядок. Что я хочу сделать дальше? Я хочу разобрать вот эту штуку от Gift Boxes, эти сладости и положить в холодильник. Потому что это все тает, уже мягенькое. Поэтому, мне кажется, лучше будет все это разобрать, положить в пакет и в холодильник. Итак, вот что у меня получилось. Остался такой каркас, который я выброшу. Это я не знаю, ставить или нет, зачем это нужно. Короче, это все мы выбрасываем. И все эти конфеты я буду класть в этот пакет и отправлю в холодильник. Как вы видите, слишком много сладкого я не ем. Все это лежит. Короче, я решила выходить из дома и решила перчатки не одевать. Мама сказала, что в аптечке есть антисептик. Я лучше буду пшикать руки антисептиком. Да и вообще в комментариях я почитала, что на перчатках, на этих, остается вирус намного дольше, чем на руках. Поэтому лучше пользуюсь антисептиком. Поэтому я, наверное, попшикаю ручки и пойду. Приду помою. И во время того, как я буду ходить по магазину, тоже буду пшикать руки антисептиком. Я тут, значит, вовсю переоделась, снимала для вас тиктоки. Смотрела влог вот этой девочки, которая скончалась. Пусть земля ей будет пухом. Но, правда, надо учиться на чужих ошибках. Нужно быть аккуратнее и оберечь себя. А, значит, что я буду делать сейчас? Я хочу помыть полы, потому что очень грязные в квартире полы. Особенно у меня балкон настолько пыльный. Прям это нечто. У нас три дня прям такой ветер. И поэтому всю грязь с улицы ветер заносит ко мне на балкон. Сейчас вам покажу. Вы просто гляньте, какая тут красота. Я сейчас переоденусь и буду тщательно мыть кафель здесь. Ой, даже дождик у нас. Кажется, дождик собирается. Да нет, даже не собирается. Во всю идет дождик. Но все равно балкон нужно помыть. Такая погода. Это просто кайф. Такой ветер прям приятно. Дождик. И такой приятный аромат от дождя. В общем, я нашла такую тряпку. Не знаю, что это. Но похоже на простыню. Честно, не люблю делать вот эти вот дела шваброй. Мне проще взять вот такую вот большую тряпку. И вот так вот удобненько, аккуратненько вытирать все. Хозяюшка я. Хозяюшка. Господи, как грязно. Идеально. Какая я молодец. Помыла везде полы. Такой, знаете, легкий ветерочек оттуда дует. И так приятно лежать. Смотрела передачу прямой эфир. Знаете, после покупки этой квартиры, я всегда мечтаю, что здесь будет стоять стол и два таких небольших стула. И здесь мы будем пить чай и смотреть на вид и так далее. Потому что балкон симпатичный. Он такой круленький. Очень уютный и большой. Но, как вы видите, видимо, мне не видать этих лет. Весь мусор мы собрали здесь, потому что у нас нет укладовки. Если вы покупаете квартиру, обязательно покупайте с кладовкой. Потому что лишний хлам вообще некуда девать. Каждый раз, когда я наливаю себе чай, передо мной встает такая дилемма. Какой стакан выбрать на этот раз? Вот это мне тоже очень нравится. Здесь написано Айка Эмили. Мне его подарили. Giftboxes. Это я купила прям недавно. Показывала вам. А вот это вот мне подарила подруга. В общем. Мукбанг во влоге. Я себе сделала такой страшненький бутер. Это просто творог соленый. Очень вкусный. Он настолько жирный. В нем 30% жирности. Прям как я люблю. Максимум калорий. Дальше у нас здесь KitKat. Не то, что я прям буду снимать мукбанг. Просто я решила перекусить. И почему бы не заснять это вам? Правильно. Я вчера вовсю старалась. Сохраняла все свои TikTok. Хотела залить сюда. Но потом оказалось, что это невозможно. Знаете, Andro, XO и Limbo. Вот, например, они не разрешают свой трек загружать в любое видео. И таких где-то заявок было, наверное, штук 12. То есть, если я загружу, получается, что я нарушаю авторские права. То есть, типа, я ворую их контент и загружаю. Потому что в TikTok есть их песня, а они не разрешают. Я должна взять у них разрешение, купить у них песню на использование. То есть, эти 15 секунд. В общем, там мороки дофига. Я склеивала эти видео. Чтобы склеить эти видео, скачала другое приложение. Такой ветерочек дует. Прям кайф. Поэтому не получилось, извините. Я могу загрузить, но потом у меня могут быть проблемы с YouTube. Горячий чай. Прям супер. Дорогие мои, сегодня уже следующий день. Я встала, умылась, накрасилась. Оформила брови по-новому. Вчера смотрела видео одного блогера. И она показывала, как правильно нужно оформлять брови. То есть, кончик нужно делать темнее. Здесь светлее. И еще я тоналкой вот так вот подвела эту бровь. В общем, как делают профессионалы, я решила повторить. И у меня получилось вот так вот. Обычно я снимаю влог одного дня. Но вчерашний день получился супер короткий. Потому что я вчера весь вечер смотрела влоги Насти, которая умерла. И реально очень странное ощущение внутри, когда смотришь ее влоги. Вот. В общем, как-то так. Сейчас вам покажу то, что я купила. Я никогда не пробовала, но я купила такую кислую лепешку. Она была разных цветов. Я взяла зеленую. Потому что еще купила киви. Но что-то вроде зеленого мукбанка будет. Также вот такой вот маршмелло. Или как это правильно называется. В общем, хочу снять такое видео, чтобы было какое-то разнообразие. Еще у меня бабушка любит вот эти вот огурчики. Немножко покрупнее купила, потому что они стоят дешевле. Совсем мелкие стоят очень дорого. Буквально, знаете, такая малюсенькая просто баночка стоит 150-100 рублей. Вот. И опять же, мои любимые сосиски. Это кюз ламэ. Очень вкусные. Вот так вот красиво получилось. Я разложила. Сейчас буду снимать мукбанк. Я, короче, сняла для вас мукбанк. Но поняла, что я до сих пор очень голодная. И в веки, когда есть интернет, я беру журнал. И смотрю, что же интересненького здесь можно приготовить и снять мукбанк. Потому что все-таки хочется какое-то разнообразие. А заказать по большому счету тоже негде. Потому что большинство ресторанов сейчас закрыты. Поэтому я решила, что я буду учиться готовить вкусняшки. Пусть не с первого раза, пусть не все будет получаться. Но в любом случае я буду стараться. Вот. Есть у меня пара идей. Я хочу снять окрошку, потому что у меня никогда не было ее. Когда именно это видео выйдет, я даже не знаю. И вообще, знаете, я боюсь что-то планировать. Как-то я рассказываю о своих планах вам. Я заметила в большинстве случаев как-то так получается, что я не могу это сделать. Не знаю, с чем это связано. Может быть, правильно говорят, что сначала сделай, а потом расскажи всем. Ребята, на этом я уже буду с вами прощаться. Я уже придумала, что же я буду готовить. Все-таки рецепт я нашла в ютубе. И в скором времени вы увидите мукбанк. Скорее всего, рецепт снимать не буду, потому что буду готовить впервые. Поэтому не знаю, как получится. Возможно, вообще не получится. Это видео вообще не выйдет. То есть не факт. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня реально безумно приятно. Я ценю каждого нового подписчика. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok